Добро пожаловать, Сара! Я в порядке. А ты как? У меня все очень хорошо. Знаете, в этом году мы внедрили некоторые изменения в отношении цен на наше меню. Я хочу проинформировать наше сообщество, какие изменения произошли и что привело к этому решению. Можете ли вы дать нам информацию об этом? В этом учебном году у нас действительно были некоторые повышения цен на обеды. Это произошло в результате роста цен на продукты, которые мы наблюдаем с начала пандемии, а также из-за увеличения цен на все, с чем сталкиваются наши сообщества с финансовой точки зрения. Нам пришлось повысить цены на обеды. Сара, ты упомянула COVID. Я знаю, что во время COVID мы могли предлагать бесплатные обеды. Можешь рассказать об этой программе и почему она закончилась? Во время COVID мы смогли кормить студентов бесплатно в рамках программы летнего питания. Министерство сельского хозяйства США предложило эту программу по всей стране, чтобы все студенты могли есть бесплатно, независимо от статуса. В это действительно трудное время. Однако, Министерство сельского хозяйства США не продлило эту программу после того года. И когда она закончилась, нам пришлось вернуться к нашим обычным ценам на обеды. Можете рассказать нам немного о квалификации для студентов, чтобы получить бесплатные или сниженные цены на обеды? Бесплатные и сниженные цены на обеды или льготы на обеды, как мы это называем в службе питания, зависят от размера семьи и дохода семьи подают заявки. Или в случае некоторых из наших семей они автоматически квалифицируются, потому что участвуют в определенных программах штата, которые автоматически дают им право на бесплатные обеды. Или сниженные бесплатные обеды по Медикейду, что автоматически квалифицирует их для программы. Таким образом, этим семьям не нужно заполнять заявку. Однако, некоторые из наших студентов, которые были в заявках прошлого года, имеют первые 30 дней учебного года, чтобы заполнить заявку на этот учебный год. Итак, когда мы говорим о квалификации для бесплатных и сниженных обедов, кто устанавливает эти критерии? Министерство сельского хозяйства США каждый год направляет рекомендации по доходам домохозяйств, поэтому мы должны использовать эти рекомендации. Это просто и понятно. Они не учитывают долгов домохозяйств или семьи, которые могут испытывать трудности по различным причинам. Поэтому мы часто осведомлены об этой проблеме в Сарасоте и действительно стараемся работать с семьями и связывать их с доступными ресурсами сообщества. Когда вы смотрите на процент студентов, которые получают бесплатные или сниженные обеды, какова эта структура в округа Сарасота? В настоящее время около 51% наших студентов имеют право на бесплатные или сниженные обеды. Однако, сейчас мы проверяем людей, которые повторно подали заявки на этот учебный год. Если говорить о семьях, которые не получили помощь, то мы находимся примерно на уровне 40% бесплатных и сниженных обедов. Что ж, в последнее время много говорят о программе общественной доступности ЦЭП. Можете ли вы дать нашей аудитории представление о том, что такое программа ЦЭП? Программа Community Eligibility Provision – это программа, которая была инициирована Министерством сельского хозяйства США. Министерство сельского хозяйства США позволяет школьным округам рассматривать своих студентов, которые соответствуют критериям, на основе прямой сертификации, и затем это позволяет школьному округу определить, могут ли они накормить всю школу бесплатно или весь округ бесплатно. Таким образом, прямая сертификация означает, что студенты, которые могут участвовать в СНАП или находятся в приемной семье или бездомные, соответствуют определенным критериям для прямой сертификации. Да, каждый учебный год мы должны сначала рассмотреть этих детей, прежде чем мы сможем открыть нашу заявку на бесплатные и сниженные обеды для всего округа. Мы должны отправить данные в штат, а затем они отправляют данные обратно, и студенты сопоставляются по различным данным. Эти студенты автоматически квалифицируются на бесплатные обеды или бесплатный медикейт или сниженный медикейт. И мы знаем, что есть несколько соседних школьных округов, которые участвуют в программе ЦЭП. Какие критерии необходимы нам здесь в школах округа Сарасота, что наши данные говорят о нашей правоспособности для этого? Каждый год это определяется на основе отчета, который составляется в апреле предыдущего учебного года. Он называется «Сбор данных за апрель». В это время мы смотрим на количество студентов в вашем школьном округе, которые имеют прямую сертификацию. Это действительно определяющий фактор. В случае с школами округа Сарасота мы рассматриваем эти данные каждый год. На самом деле мы следим за прямой сертификацией в течение учебного года. И в нашем случае разницу, которую нам нужно было бы компенсировать как школьному округу, мы определили как экономически нецелесообразную. Но каждый учебный год мы снова рассматриваем эту информацию. Потому что если это сработает, мы хотим убедиться, что мы это сделаем. Мы сталкиваемся с миллионами долларов недофинансированных или нефинансируемых временных решений по всему округу, будь то транспорт, безопасность. Для нас действительно важно обеспечить устойчивость, когда мы начинаем программу. Мы никогда не хотели бы начинать что-то и затем вынуждены это прекратить. Расскажите нам немного о том, как выглядит этот анализ, если мы решим участвовать в ЦЭП в округа Сарасота. Согласно нашим данным, за апрель прошлого учебного года только 58% наших студентов могут претендовать на полное финансирование в рамках программы ЦЭП. Округу необходимо будет покрыть оставшиеся расходы, которые составляют 42%. Мы рассмотрели несколько различных сценариев. Это может стоить от 5 до 8 миллионов долларов в зависимости от участия студентов. Итак, с учетом сказанного, мы просто обеспокоены долгосрочной устойчивостью этой программы. Ну, Сара, я хочу поблагодарить тебя. Я знаю, что ты постоянно следишь за данными о нашем статусе соответствия для ЦЭП. Хотя это в настоящее время не является устойчивым вариантом для нас. Можете рассказать немного о тех партнерствах, которые мы сейчас исследуем, чтобы продолжать поддерживать наших студентов. В прошлом году некоторые организации и члены сообщества вышли вперед и помогли погасить долг по обедам студентов. Это привело к созданию различных партнерств с разными организациями в сообществе, что открыло больше возможностей для обсуждения того, как мы можем поддержать наших студентов. В рамках школьного округа люди из разных областей, разных направлений встречаются вместе. Обсуждая эту проблему и то, как мы можем продолжать поддерживать наших студентов, по мере продвижения вперед появятся возможности для семей, граждан или организаций сотрудничать, возможно, со студентами, которые нуждаются в помощи. Я думаю, что мы увидим, как организации будут продолжать пытаться достучаться до тех семей, которые могут бояться заполнить заявку или подать заявку на программы, которые могут автоматически квалифицировать их для получения льгот на питание. Вокруг этой проблемы существует много поддержки со стороны сообщества. Мы хотим накормить детей и убедиться, что ни один студент не останется голодным. Это делает работу учителя, директора и всей школы гораздо сложнее. Мы знаем, что если они будут хорошо питаться, они будут хорошо учиться и добиваться успеха. И я чувствую, что впереди нас ждут много хороших вещей. Уже произошло много хорошего. Но я чувствую, что как сообщество мы будем продолжать поддерживать наших студентов и будем продолжать их кормить. Ну, у нас есть поддержка нашего сообщества по этому вопросу. И я могу вам сказать, что мы не позволим ни одному из наших студентов остаться голодным. Не могли бы вы поделиться ресурсами для наших семей? По подаче заявки на бесплатные и сниженные обеды... Семьи могут зайти на наш сайт, и я верю, что он переводится на 128 языков. Таким образом, они могут перейти на сайт службы питания, чтобы подать заявку онлайн. Это самый быстрый способ получить заявку. Однако, если семье нужна бумажная заявка, мы их распечатаем и доставим им... Не забудьте, что 23 сентября заканчивается срок действия. Заявок на покрытие с прошлого учебного года. Таким образом, семьи действительно, если они еще не подали заявку, и им нужно обновить свою заявку, должны сделать это. Мы связываемся с ними. Но хотим убедиться, что они не оказались в ситуации, когда начнут накапливать долг за обеды, потому что не подали заявку повторно. Как обычно решается вопрос, когда у студентов начинает образовываться дефицит на счетах за обеды? У нас есть политика взимания платы за обеды в округе Сарасота. Мы стараемся убедиться, что общаемся с родителями, будь то телефонный звонок или электронные письма, чтобы убедиться, что они в курсе. В некоторых случаях может быть так, что семья не подала повторную заявку и испытывает трудности. Или, возможно, они новички в округе и не знали, что такие ресурсы доступны. То, что мы всегда хотим делать, это общаться с родителями, пытаясь выяснить, есть ли какая-то проблема, чтобы мы могли прийти на помощь. Иногда у нас есть люди, которые думают, о, я не подойду по критериям. Знаете, подать заявку не повредит. Часто существует беспокойство, что, возможно, они забирают льготы на обеды у кого-то другого. Отличная вещь в этой программе заключается в том, что количество льгот на обеды не ограничено. На самом деле, каждая семья в школьном округе может подать заявку. В нашем округе действительно есть довольно много студентов, которых могут воспитывать, их бабушки и дедушки, эти семьи. Могут иметь фиксированный доход, и это может дать им дополнительную поддержку. Поэтому мы призываем их также подать заявку. Мы понимаем, что существует стигма, когда мы заполняем заявки на бесплатные и сниженные обеды, или когда студенты проходят через линию раздачи обедов и, возможно, получают бесплатный или сниженный обед. И та стигма, которая с этим связана. Как нам справиться с этой проблемой, чтобы поощрять студентов участвовать в нашей программе бесплатных и сниженных цен на обеды? Я думаю, семьи не осознают, что служба питания защищает эту информацию. Мы относимся к этому серьезно. Наши сотрудники ежегодно проходят обучение, как защищать эту информацию. Мы знаем, что иногда наши семьи делятся ею с учителями. Однако, если учитель определит статус студента в обеденной очереди, мы должны решить этот вопрос, потому что мы уверяем наши семьи, что эта информация защищена. И наш департамент относится к этому очень серьезно. Если студент проходит через линию, независимо от того, вводит ли он свой номер счета, или проводит свой бейдж, что заносит его в систему, кассир ничего не знает о его статусе. И последний ресурс, которым я хочу поделиться, это то, что те, кто недавно пострадал от урагана Дебби и был вынужден покинуть свои дома, могут воспользоваться бесплатными обедами до конца года. Можете рассказать об этом подробнее. Если вы были вынуждены покинуть свой дом из-за наводнения, вызванного ураганом Дебби, вы имеете право считаться бездомным, даже если вы остаетесь у кого-то. Поэтому им следует связаться с коалицией безопасных школ и воспользоваться этими ресурсами. И это автоматически даст им право на получение льгот по питанию на весь учебный год, пока они восстанавливаются. Потому что мы знаем, что наводнение было значительным. Часто семьи также не осознают, что если они отправят это письмо. Скажем, если они имеют право на бесплатные или сниженные обеды, это даст им скидки на услуги по уходу после школы. Это может предоставить им скидки на летние лагеря в летнее время. Если они ученики старшей школы, они получают скидки на тестирование акти и сад. Существует так много ресурсов для семей, получающих льготы на питание, о которых они могут не знать. Это здорово знать. И я рад, что вы смогли поделиться этой информацией. Чтобы наше сообщество поняло преимущества бесплатных и сниженных цен на обеды. Ну что ж, Сара Ден, директор службы питания, спасибо, что приняли участие в нашем специальном выпуске подкаста InTune. И я должен сказать, что вы ведетесь сердцем служителя. Я очень благодарен за вашу работу каждый день. За то, что вы усердно трудитесь, чтобы наши студенты получали питательный обед. И это не только влияет на их здоровье, но и на их академические достижения. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что пригласили меня.